Порода эльф Это бесшерстная порода кошек Обычного размера, с длинными ногами Но один выдающийся признак это загнутые уши Загнутые уши Порода выведена на основе сфинкса и керла У керла порода взяла загнутые уши И бесшерстность от сфинкса Порода выведена в Америке Приблизительно где-то 15 лет назад Уже набрала популярность у нас в России Конечно не такую как сфинкс Но уже начинает набирать такую бешеную популярность как сфинкс Из-за того что кошка бесшерстная Имеет очень хороший характер И очень такой веселый вид эльфа Это придает ему загнутые уши В памяти рождаются как котята с загнутыми ушами Так как котята с обычными ушами То есть фенотипический сфинкс Характер замечательный Такой же как у всех бесшерстных пород Замечательный характер дает ей сфинкс Прекрасное здоровье ей дает керл Добродушность характера тоже от керла Вот такая вот порода Окрасы у этой породы различные Допускаются любой окрас Любой цвет глаз Данная кошка имеет как раз бикалор Поинт Поинт это голубые глаза Вот Значит про характер кошки Я еще раз говорю что это характер сфинкса То есть кошка лишенной агрессии Кошка любопытная С высоким интеллектом Очень любящая своих хозяев И требующая к себе Ласки и внимания По максимуму Потому что они очень любят Проводить жизнь именно То есть со своими хозяевами Являться частью жизни хозяев Вот Прекрасно ладит с детьми Позволяет делать с собой все что угодно Уход как за обычной кошкой Помыть, подстричь копти Почистить уши Ничего особенного такого нет Теплая на ощупь На ощупь как кожа ребенка Порода очень хорошая Уже в России она уже четвертый год Привезли ее также мы Из Америки Выведена естественно Американскими заводчиками Приблизительно лет 15 породи Но все равно она еще пока является Экспериментальной породой Вот Можно участвовать в выставках Но в качестве экспериментальных пород Вот Уже достаточно большая численность эльфов Поэтому я думаю, что скоро будет порода признана официальной Вот Кстати, даже у них бывают родинки Как у людей Да Бывают веснушки Когда весной они посидят на подоконнике Для любой бесшерстной породы Нужна одежда, если вы гуляете на улице Потому что надо ориентироваться все-таки на себя Если вам прохладно, то ей прохладно Никаких-то каких-то особенных высоких температур Не нужно для того, чтобы содержать эту кошку дома Но Эти кошки очень любят взорваться в пледы В одеяло Спать с вами Вот это да Это они любят Вот Ну и Если приучить ее носить одежду Она будет ее с удовольствием носить Хотя она ей в принципе не нужна Но многим нравится одевать своих питомцев Вот Все-таки на улице Если Говорим о том, что если вы берете кошку Например, на дачу бесшерстную кошку То Естественно, надо уберегать ее от прямых солнечных лучей Потому что Все-таки Эта кожа Не имеет шерстяного покрова Кошка может загореть Точно так же Облезть Да Получить загар Также их очень любят комары Вот Потому что они теплые И бесшерстные То есть Кошка, конечно, не погибнет Но Все-таки Неприятные ощущения Она получит Ну, можно так сказать Что Любая бесшерстная порода Это все-таки Наверное, кошка-компаньон Кошка-компаньон Кошка Напрямую Именно член семьи Потому что Она Просто Очень любит Находиться в кругу семьи Чтобы ей занимались И Будет участвовать Во всех ваших делах То есть Они очень любопытны Ей это будет очень интересно То есть Кошка Вот именно кошка С интеллектом Сcep noche Я Друзья Сé